утро всем доброе утро good morning everybody всем доброе утро hello все мы сейчас значит начинаем сто восемьдесят девятый урок сто восемьдесят девятый урок мы сейчас начинаем и продолжаем изучать притчи царя соломона влад косов ботертов марина марина шумалова игорь петельников доброе утро яков шатадин шалом все как говорится кто рано встает тому бог дает кто сегодня рано встал мошеками сорок отлично значит все мы продолжаем изучать и сегодня мы продолжаем 24 глава 25 отрывок предыдущие отрывки нам сообщили о том что путь злодея он не выгодит он быстро заканчивается он тяжел потому что общение не очень да такое общение там со злодеями тоже приходится общаться хорошие люди перестают с собой общаться если ты начинаешь идти по пути злодея и значит а что же делать что же делать и 25 отрывок нам цари царь соломон дает совет дает совет а секундочку дальше он говорит что те которые было в 24 отрывке тот кто называет злодея цадиком злодея называют праведником его проклянут такого и народы и народности и в итоге получается что если не будет справедливого суда то такое общество не может устоять и отношения тоже не могут устоять потому что например один человек делает другому плохо какие варианты есть можно сказать ему что ты поступил плохо и что тогда а значит мы уже учили в мишле мы учили в мишле что значит если человек к другому в общем если ты делаешь ему замечание его критикуешь тогда тогда значит он будет обижаться злиться там и так далее и написано кольп шаим тихо сэ ава все даже проступки закроет любовь то есть если ты человека любишь что ты на это не обращаешь внимание не обращаешь не обращаешь но с другой стороны если он делает плохие поступки то что то тогда ты как бы злодея называешь праведником и у него нет шансов исправиться что делать вот это очень большой вопрос потому что ну вот те люди которые делают замечания они ходят с синяками те люди которые не делают замечания у них синяки внутри они мучаются потому что их все время тогда ну они как бы терпят и ну и и страдают то есть очень сложная ситуация здесь как вести себя конкретно что делать говорит царь соломон 25 отрывок 24 главы он нам дает совет значит ле ля мохихим и нам значит тем кто увещевает будет приятно прям так написано тем кто увещевает мохихим будет приятно ве алеем того берка то и на них придет благословение хорошее то есть все открылось нам теперь шлюзы мы можем сейчас все у кого накопилась критика замечания нам сказали что тот кто критикует других увещевает тому будет приятно и на него придет благословение все значит хейтеры знаешь весь урок превратился кого мы будем сейчас критиковать но здесь как бы здесь комментаторы разошлись во мнениях кому будет приятно то есть когда написано будет приятно насчет уже оксана павликова она просит сразу ссылку на блог это она видно хочет это на по 3 по критиковать да так раз давно хотела сказать накопилось сейчас после подождите оксана царь сам он не это имел ввиду спокойнее он имел ввиду по мнению по мнению одних комментаторов будет приятно тому кто покритиковал кто увещевал другого потому что у него как бы отлегло от сердца и он высказал все что хотел ему будет приятно и придет на него благословение а потому что он как бы ну если его намерение было исправить 2 до улучшить его то на него придет благословение что он исправил он помог этой критикой но есть второй комментатор он говорит не так мецеда давид он говорит так что тот кто критикует приятно будет приятно будет ему приятно то есть тот кто критикует но при этом он сохраняет приятность в отношениях понятно дай эта идея то есть дальше расшифровка идет схватаемый шаг уста целуют до переводится мы шим дворим нахухим и он возвращает слова правильные слова правильные то есть что это имеется ввиду вот я вспоминаю равбит как зильбер например да вот он как он например он говорил что никому не делайте замечания никого не критикуйте но сам он когда например шоу шаббат видит что кто-то курит в иерусалиме он всегда подходил и говорил вы знаете говорит но а вот вы же евреи шаббат же сегодня нельзя курить ну и он так это приятно говорил что большинство бросало сигарету за вообще испоконно без всякого без раздражения без зла он такой вы же евреи ну как бы шаббат сегодня так приятно приятно он это говорил и здесь вот тут тонкое искусство увещевать я недавно смотрел кусочек маленький было интервью бикманы черняк такой бизнесмен хозяин водки хортица и он брал интервью у майберг майберг арон майберг это хозяин этого мау арон майберг такой уже пожилой мудрый еврей и вот как раз был вопрос а вы критикуете чернякова спрашивает ну делайте людям замечания а он говорит я говорит а это же не людям они шли по по тель-авиву и черняк спрашивает как вам в израиль он говорит вы знаете говорит даже если мне что-то и не нравится я не скажу я говорит почему не скажу потому что я критикую только в том случае если эта критика принесет пользу и приведет к исправлению если она не приведет к исправлению то я в жизни не буду не критиковать никого то есть какой мне смысл в этого все критики то есть тут очень важно понять что целью критики является не высказать свое мнение да не обидеть человека не там высказать ему свое возмущение целью вот этого увещевания является исправление и перевод человека на правильный путь если ты видишь что это возможно тогда ты должен критиковать если нет равзильберг говорит я всю жизнь то есть для меня правило не делать замечаний говорит в тюрьме был один татарин который значит я всю воду он был водоносом он говорит я налил всю воду налил налил носил там все чтобы субботу не носить а потом потом значит он пришел и всю эту воду вылил я ему одно слово сказал зачем так я потом год жалел что я его спросил но не рассказал что там потом было но я догадался что потом было потому что я вспоминаю есть такая история как один человек сидел на улице и плакал такой зачем я их позвал зачем зачем я их позвал второй спрашивает а чё ты плачешь ну что случилось он говорит да я шел по улице ну зима как раз зимой было и на меня хулиганы подай закурить я дал они потом очень часы забрали бумажника там ну в общем все забрали у меня и уже уходили они уходили а я смотрю лом на земле лежит я вам кричу и козлы а ну идите сюда и они значит возвращаются я залом а он земле примерз зачем я позвал вот зачем вот этого татарина который был явно не в себе да и он эту воду вылил уже было понятно что он полностью не в себе то есть его вопросом зачем можно было спровоцировать только на кота еще ну какой-то неадекватный поступок то есть он как бы на этот вопрос зачем он не тянулся бы воду обратно наливать там он не ну какое за какое тут объяснение зачем от идиота да то есть тут каждый вопрос к идиоту дополнительно или критика к человеку которого нельзя исправить он провоцирует его на более еще жесткие действия по отношению к тебе теперь как определить где надо увещевать где не надо увещевать и тут я вспоминаю тоже одна история как был один рэб и такой да это было еще до революции и значит уже были тогда у евреи которые реформисты такие которые вообще отказались от торы и они таки просвещенными себя называли все и были ортодоксальные евреи которые продолжали соблюдать заповеди и между ними был такой антагонизм и как-то сказали этому рэб и что вот если один вот этот еврей он был хозяин банка как раз и этот банк он выдал суду какой-то женщине вдове у той неприятности все ее выселяют сейчас из дома выкидывают на улицу вдова с ребенком и еврейская и значит хозяин банка евреи ну то есть в общем это требует пришел к этому вечером к этому реформисту домой постучал значит ну тот открыл говорит здравствуйте а чё ты ко мне пришли он говорит ну вот то есть у меня к тебе дело значит тот говорит ну заходите ну он заходил сел значит сидит молчит он говорит ну а чё вы молчите он говорит ну вот таком у меня к тебе было дело прийти значит и помолчать тот говорит вышел вообще что вы тут ну меня мистифицирует тебя что-то объясните пожалуйста этот рэб и говорит вы знаете говорит есть заповедь увещевать злодея но есть заповедь также не увещевать если слова не будут услышаны и это спровоцирует на еще худшие действия так я пришел выполнить заповедь вас не увещевать то есть как бы из дома это но не было бы выполнением заповеди а тут я значит как раз вот сейчас приду пришел посидел вам ничего не сказал плохого и вы ухожу теперь до свидания он говорит а за что вы меня хотели увещевать чтобы уверены так что я не сделаю он говорит ну вы взяли вы заселяете вдову сейчас с ребенком с сиротой на улицу и ну как так можно вообще ну то есть как-то это ну просто чисто по факту может по бумагам и можно а по жизни как и по торе точно нельзя запрещено но говорит я знаю ваше отношение к торе я знаю ваши отношения к заповедям я говорит ну решил вас не увещевать потому что это бесполезно уверит меня бесполезно швы шо думаете я вообще что ли не человек да я сейчас это и он значит этой вдове и удал и там ну все решил и вопрос то есть это опять же было как бы раввин он не знал как поступать он у него не было я думаю не было продумано вся эта комбинация он просто шел по надо принимать решения как их принимать значит человек никогда не знает как принимать решение каждый живет в своем кино своих каких-то принципах правилах из прошлого опыта и так далее но значит есть вариант поступать по торе и ждать что бог поможет раввин поступил по торе получилось что бог помог и так далее значит еще раз тот кто не умеет увещевать лучше не увещевать потому что это приведет к синякам как увещевать написано в двадцать шестом отрывке схватаем и шаг то есть уста целовать должны мыши вдворим нахуним и ты должен отвечать слова правильные верные слова то есть если ты ни в коем случае нельзя увещевать в гневе потому что как маем по ним ли по ним как человек смотрит воду и видит свое отражение отражение в зеркале так сердце человека отражает твое к нему отношение ну то есть все идет как бы зеркальные нейроны и вот например я хочу сделать там этану замечание да ну к примеру вот я там сам себя накрутил вот этан там не там все там как он мог что он не понимает что ли знаете человека но он как бы а чё должен понимать он вообще про это не думает он живет на своей волне да что он не понимает что порядочные люди так не поступают там почему ну там и какие-то у каждого человека свой набор каких-то правил все а этан живет в другом наборе правил да и и и значит его человек если он себя накрутил то он этану говорит так а он уже только он еще ничего не сказал зеркальные нейроны этана они как бы включились а этан он раньше боксом занимался и у него планка упала значит уже только это вот оксана поэтому будь осторожным раньше боксом занимался и у него уже как бы он еще слова не услышал а его зеркальные нейроны уже поняли что на него кто-то нападает и у него уже пошла своя волна то есть он уже ну не в адеквате и уже никакого там конструктива здесь не будет а как надо значит он говорит устат случай то есть в каждом человеке есть много разных граней и если кто-то хочет другого увещевать то он первым делом должен показать свое хорошее к нему отношение то есть его надо вначале у себя пробудить а потом показать то есть ты не можешь как бы показать одно а в сердце иметь другого все равно почувствует то есть ты реально должен подумать что ты этому человеку хочешь только добра и в нем есть добро и ты как бы на этом добре концентрируешься ты значит ему говоришь там этан вот наш ты молодец например у тебя там компьютер такой красивые часы там всякие приятные вещи ему говоришь а потом уже переходишь к делу и конечно поступил сейчас как ну там и дальше ты но я тебя все равно люблю ничего что ты там поступил плохо да ты да хорошая часы у тебя красивые то есть ты должен как бы уста должны быть мягкие и ты выбирать должен правильные слова потому что если ты выбираешь неправильные слова то что тогда тогда твоя твое вот это вот увещевание она превратится во что в конфликт и все и никакой пользы не будет ну то есть смысл ты ты хотел исправить а получил еще хуже я думаю что у каждого из нас есть колоссальный опыт колоссальный опыт попыток увещевать других людей которые закончились очень плохо ну то есть реально хорошо то есть понятно да еще раз злодеев с одной стороны ты не имеешь права назвать злодея праведником иначе это все рушит с другой стороны ты я расскажу еще одну историю из талмуда об этом об этом значит в талмуде есть такая история что в одном поселении жил рабби юшуа бен леви рабби юшуа бен леви и значит жил там один написано чек который его митсайр бекра значит этот человек он его доставал значит было расхождение то есть то раз вы видите есть письменная тора есть устная тора то есть письменная тора ну как бы не поймешь без объяснений объяснения могут быть разные но были такие люди караимы они назывались которые говорили а мне объяснение неинтересно я буду как написано так я буду вот как как написано значит мне объяснения не нужны они пытались уйти от объяснений и вот этот вот караим он доставал этого рабби юшуа бен леви он был мудрец он его доставал тем что он буквально трактовал отрывки и говорил что то как вы устная тора которая объясняет что там на самом деле написано это неправда и он значит этот его прямо доставал доставал и решил рабби юшуа бен леви помолиться чтобы этот чтобы он умер убить его хотел молитвой проклясть значит а есть такое время в течение дня это время когда бог гневается то есть как бы циклы таки да есть время в течение дня как когда бог гневается если в это время проклясть человека то он умирает и значит рабби юшуа бен леви он ждал это время а там есть такой знак в талмуде указан знак как определить по поведению петуха там у него есть изменения в в гребешке но реально как бы приводится это этот знак когда бог гневается в это время там утром и если там происходит изменение это буквально секунда если в это время успеть проклясть то тогда значит это там это бог гневается и ты в это время как бы указываешь направление гнева и значит все и рабби юшуа бен леви привязал петуха написано в возле своей кровати и сидит и значит наблюдает за ним ждет когда будет это время наблюдал он наблюдал и уснул он уснул значит проспал это время проснулся а он понимает что мудрецы такого уровня они на контакте с богом то есть как бы любой человек на контакте с богом но когда ты реально знаешь об этом контакте и там еще плюс ты постоянно над этим работа что он понимал что бог с ним разговаривает как бы дать через события и он понимает что раз он уснул значит ну значит в этом был какой-то смысл и он говорит точно говорит я же вспомнил написано в мишле как раз мишле он вспомнил отрывок из притчи что нехорошо для праведника наказывать то есть нехорошо для править праведник ты он занимается добром он не занимается злом и даже быть орудием зла даже наказывать злодеев пускай бог через злодеев накажет злодеев то есть праведник у него другая в мире работа создавать добро и он говорит значит я неправильно понял вообще как мне надо себя вести мне надо не проклинать его мне надо молиться за него Чтобы он перестал грешить. Вот что мне надо делать. Мне не нужно, то есть он когда хотел его проклясть, он тоже один был отрывок в письменной торе. Пусть исчезнут грешники, там написано. Но этот же отрывок можно понять, что пусть исчезнут грехи. Не грешники, а грехи. И значит он начал молиться за того, чтобы тот как бы вышел из своего вот этого неправильного мировоззрения, чтобы ушли у него грехи. И тот исправился и стал тоже цадиком. То есть как бы получилось, что злодей исчез. Но он мог исчезнуть, его можно было убить. И тогда то зло, которое произошло, легло бы на него, на Рабиушу Абенлеве. Или же ты можешь работать над исчезновением именно самого греха. Так эта история закончилась. И она нам дает вот как раз дополнительное понимание, как надо работать с вот этими вот людьми, которые вас раздражают. Первое. То есть если вы становитесь с волками жить по волчьи выть, то у вас, у него преимущество. Он волк настоящий, а ты волк поддельный. То есть ты только пытаешься быть волком, чтобы с волками жить по волчьи выть. То есть он тебя загрызет. Значит поэтому эта стратегия вообще не работает. Теперь не увещевать. Ну иногда ты не можешь не указывать человеку на его ошибки. Как увещевать? Значит мягкими устами, с приятным как бы подходом таким, выбирая правильные слова. Значит помочь человеку увидеть, в чем у него есть возможность для исправления. Понятно, да? Вот это очень сегодня полезная такая жизненная ситуация. И последняя. Последняя. Значит последняя. Сегодня отрывок двадцать шестой. Он переводит нас в бизнес. То есть он переводит нас вообще в бизнес направление. Звучит так. Ахен бахуд смлахтеха. Подготовь снаружи свою работу. Ва тыда басаде лах. И будущее свое в поле как бы организуй. И будущее в поле тебе дословно. Ахар убанита бейтеха. И после этого построишь ты свой дом. Значит что имеется ввиду? Вот здесь очень интересная такая. Дается последовательность как должен человек. Ну в основном тоже учили мужчины. То есть это больше относится к мужчинам. Вот это указание. Как выстроить стратегию жизни? Он говорит первым делом подготовь свою млаха. Чем ты будешь в этом мире заниматься? У тебя должна быть работа. То есть млаха это та работа, которой ты меняешь мир. То есть каждый мужчина должен иметь какую-то профессию. Он должен в этом мире заниматься каким-то делом. По прекрасно сочетать изучение Торы с Дера Херетс, с работой. Когда ты занимаешься двумя этими делами, у тебя не будет времени грешить. И как бы это то, для чего Бог создал человека. То есть он первого человека когда создал, он говорит, вот ты здесь. Значит вот тебе райский сад. Что ты будешь делать? Охранять его, сделывать землю. То есть человек родился с руками, с ногами. И вот этот мир очень сложный. То есть нужно внести свой вклад в улучшение этого мира. Это называется млаха. Преобразование мира. Значит написано так. В начале, прям так дословно и написано. В так. Ахэн бахуц млахтеха. Подготовь снаружи свою работу. Начни с того, у тебя должна быть профессия. Ты должен конкретно заниматься млахой. Преобразовывать мир. Дальше. В АТД, БСАД. И ты должен подумать о том, как ты в будущем будешь обеспечивать себя. То есть засеять какие-то поля. Должна быть у человека долгосрочная перспектива и долгосрочная стратегия. Не на день, не на два. А вот я помню, когда в 32, даже в 32-33 года, когда вот уже начал свой как бы новый путь. Профессиональный, да, как преподаватель. Я помню, я себе сразу сделал стратегию на 10 лет. Куда я приду через 10 лет? К чему я стремлюсь? Какими навыками я должен овладеть? Какие поля я должен засеять? Кстати, в моей профессии поля это книги, которые я писал. Я знал точно. Вот ты пишешь книгу, ты год тратишь, там год, полгода. Ты засеваешь, засеваешь, засеваешь. Она так тяжело растет, эта книга. Такая скукотища книги писать. Вы не представляете вообще. То есть, как бы читать интересно, писать вообще нет. Да? И вот я, значит, ты пишешь, пишешь ее, как бы знаешь, как дом строить. И вот ты ее, оп, грубо говоря, закончил. Это как ты засеял. Потом эта книга уходит в издательство, потом в магазины. Но это поле, потом оно тебе начинает приносить урожай. И это ты уже есть млоха. То есть, ты приобрел профессию. Потом ты засеваешь поля. Потом эти поля ты возделываешь. Но ты должен заранее думать, как они будут тебе приносить урожай. И после построй свой дом. То есть, почему? Потому что если у человека нет работы, и он где-то закрепляется, пытается закрепиться. Там он купил квартиру, там он начинает вначале думать о том, где он будет жить, а потом что он будет делать. Это неправильно. Ты вначале придумаешь, что ты будешь делать, а потом рядом с этим построй, ну, живи. То есть, я всегда жил, и пожелания мы даем в Беркат Амазоне, кстати, когда. Мы тебе желаем, чтобы твое поле было рядом с твоим домом. Потому что, если у тебя поле далеко от дома, как люди работают, например, там в другом конце города, да, они в день тратят полтора часа в одну сторону, полтора в другую. Три часа в день на дорогу. Три часа в день на дорогу, это пятая часть рабочего дня. Три часа в день на дорогу, это за 10 дней 30 часов. 30 часов, это три рабочих дня, грубо говоря. За 10 дней он теряет три дня на дорогу, представьте. За месяц он теряет 10 дней. Это бред. То есть нужно, чтобы действительно поле было рядом с домом. Я когда это все узнал, я вообще ездить перестал. То есть я в одном, всегда вот я или в квартире работаю, где живу, или я в соседнем подъезде работаю. Я вообще не езжу. Почему? Потому что это неэффективно. Вот это то, что сказал царь Соломон. В начале профессия, потом поле, а потом рядом с ним строй дом, женись. Объясняют мудрецы, что построй дом, это жена, дети и так далее. Потому что если ты идешь в обратном порядке, тебе будет тяжело. Все. Хорошо. Давайте тогда подведем итог. Что мы сегодня узнали? Мы узнали, что увещевать злодеев, это тяжелая, сложная работа. И давайте оставим ее профессионалом. Потому что оно реально как бы у меня опыт, как пытаюсь кого-то увещевать, только ссоры, конфликты, и все, я перестал. То есть, ну, реально как бы, да. Теперь дальше. Второе, что мы узнали, что если ты уже это делаешь, то ты должен максимально сохранять вот эту приятность у себя внутри, иначе она прорвется. Ну, то есть, и максимально выбирать слова, чтобы не обидеть. То есть, люди очень обидчивые, да. И третье, это в начале работа, потом засеваешь в поля долгосрочная перспектива, потом рядом с ними строишь дом и женишься. То есть, это как бы длительная стратегия построения рабочей жизни. Все, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Значит, ну, да, все, напишите выводы, поделитесь. Хотел сказать, давайте поувещевайте кого-нибудь. Но решил, что лучше не тренироваться, лучше не вывещевать вообще, да. Все, друзья, удачи, успехов. И, значит, нас уже почти 6 тысяч, 6 тысяч 86. Поэтому давайте прямо распространять свет Торы активней. Это очень важно заниматься именно... Бог создал мир для того, чтобы мы вначале занимались Торой, потом работая. А мы обычно вначале работая, потом Торой. А некоторые Тору вообще не учат. Ну, то есть, поэтому давайте хотя бы распространять Тору. Вспоминаю сейчас очень классная, классная притча. Я вспоминаю, как-то Робин Ахман из Бреслова ее рассказывал. Он говорит, что я долгое время не хотел никого обучать, увещевать, там, говорить про Бога. Очень не хотел. Думал, что зачем, пока я сам не достигну совершенства, чего буду к другим лезть. Вот кто-то спрашивал, что не все имеют право увещевать. И Робин Ахман тоже так думал. А потом он говорит, я решил, что нет, я должен людям рассказывать про Бога, про Тору должен обязательно рассказывать. Почему он так решил? Он рассказывал историю такую, что было 10 человек, они пришли к одному там очень богатому зажиточному такому человеку. И, значит, заняли у него деньги на развитие бизнеса. Он им занял деньги, говорит, через год отдадите. Они говорят, хорошо, через год отдадим. И один, значит, он сразу не туда вложил деньги, как-то их потратил и потерял их. А остальные спокойненько работали. И, значит, и он потерял деньги отдавать через год. У него денег нет. Он понял, что он бизнесом не может заниматься. И он так переживал. И он думает, что же я могу сделать хорошего. И он ходил по вот этим девяти и предостерегал каждый день. Вы же смотрите, будьте осторожны. Вам же через год деньги отдавать. Пожалуйста, там не попадите в беду. И он их как бы увещевал, готовил, напоминал, чтобы они отдали деньги. А у самого денег нет. Через год они приходят. Он спрашивает, вот вы в девятером отдали деньги. А этот где? Они говорят, а у него нет, он потерял деньги, боится прийти. Но, говорит, они все сказали, он благодаря тому, что он нам каждый день напоминал, мы пришли. Мы деньги не потеряли, мы пришли, вот вам деньги вернули. Он говорит, так это круто, как вообще, какой он молодец. Мне не жалко, что он сам потерял. Но хотя бы, если благодаря нему вы все там заработали, вернули, все. Говорит, он уже свою работу тоже выполнил. И Рабин Ахман говорит, то же самое люди по отношению к Богу. То есть, даже если я сам что-то не доделываю, но я помог другому доделать, то Бог доволен. Все равно Бог доволен. Поэтому, если у вас есть в окружении кто-то, на кого вы можете позитивно повлиять, привести его к Богу, к Торе, заставить его соблюдать заповеди. Может даже обрезать его там, если он еще не обрезанный. Это самая вообще крутая тема. Кому-то сделать обрезание, ввести его в союз Авраама, Авину. То вы влияйте, влияйте на людей вокруг вас. Бог это очень любит, ценит. И с Божьей помощью, что будет у нас, через нас, Бог достучится до каждого сердца. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok